Дети смотрели в окно поезда и не могли оторвать взгляд. За окном медленно проплывал Урал, тайга, сосны, ели пихты. Вечно зеленые, вечно старые и удивительно молодые. Марина ехала с детьми в новую жизнь. Когда уже казалось, что никакого выхода нет, Господь на ладошке протянул ей ключи от дома, от ее нового дома. Теперь у нее вместе с сыном и дочерью будет крыша над головой, своя крыша. Несколько лет Марина исправно выплачивала кредит, квартира была заложена в банке. Но наступил такой тяжелый момент в ее жизни, когда платить долг она была не в состоянии. Банк забрал у нее квартиру и машину, и она с детьми оказалась бездомной. Марина позвонила матери в другой город, просила, чтобы та приютила их на время, но получила грубый отказ. Выслушав от матери очередную нотацию, что, мол, я тебя предупреждала, но ты же никого не слушаешь, делаешь только так, как твоя левая нога захочет. Заварила кашу, вот и расхлебывая ее сама, а у меня своя жизнь. Собственно говоря, другого ответа она и не ожидала. С матерью у молодой женщины всегда были сложные отношения. Та всегда была занята собой и устройством своей личной жизни в вечном активном поиске. Марина уже давно не считала, сколько раз мать была замужем. Конечно, ей с детьми не было места в ее жизни. Из-за этого Марина когда-то-то избежала из дома, подальше километров за 800. Да ее и искать-то никто не бросился. Как-то быстро и необдуманно Марина вышла замуж. Вскоре родились двойняшки, сын и дочь. Их счастливая в кавычках семья просуществовала недолго. Через пять лет они развелись. От мысли о муже Марина поежилась. Муж. Слава богу, что больше он ей не муж. Никогда она больше не будет его так называть. Тиран-мучитель и лжец. Никто. Теперь он никто. Его больше нет для нее. Да и дети о нем почти не вспоминают. А кем будет она? На что они будут жить? Хорошо, что подруга приютила ее с детьми на время. Тут как раз и пришла эта грустная новость, подарившая ей лучик надежды. Марина закрыла глаза. Воспоминания накрыли ее с головой. Она маленькая девочка. Мать каждый год отправляла ее на лето к своей старшей бездетной сестре тете Вере на Урал. Тетя Вера ушла из жизни несколько месяцев назад. А вскоре на почту матери Марины пришло письмо о том, что тетушка завещала свой дом единственной племянницы Марине. В тот день из далеких закоулков ее памяти выплыл дом, в котором она была другой. Вспомнила она свое детство, где будущее оказалось светлым и безоблачным, а настоящее ярким и сочным. Что сейчас с тем домом? Можно ли в нем жить? Ведь последний раз она была там лет десять назад, а скорее всего и того больше. Марина стала вспоминать, когда же это было, но так и не смогла вспомнить подробности. «Приехали», – сказал таксист. Они высадились из такси возле дома тети Веры. Бревенчатый со светлыми оконцами дом, казалось, сохранил себе дух хозяйки. Он словно заждался их и тихо радовался гостям, предвкушая ту жизнь, что вновь должна забурлить в его стенах. Не без замешательства они открыли ворота огромным ключом, полученным в соседнем доме от подруги тети Веры. «Вот крыльцо ступеньки, здесь почти ничего не изменилось», – подумала Марина. «Теперь это их дом, их крепость, тихий островок их маленькой вселенной, то место, где никто больше не посмеет поднять на них руку». В доме тети Веры было скромно, но очень уютно. К счастью, за последние месяцы запустения никто в него не проник, и все осталось на своих местах. Рассматривая фотографии на стенах, Марина поняла, что никогда и не знала, кем она хочет быть, и до сих пор в свои 30 лет не знает ответа. Выучилась она на учителя начальных классов, но учителем так и не работала. «Может быть, самое время начать все сначала», – подумала молодая женщина. «Завтра пойду в сельскую школу и все разузнаю, а сейчас спать, отдыхать после дальней дороги. Тем более, что ребятишки уже давно видели десятый сон». Утром на заре Марина вышла в сад, послушать пение птиц, вдохнуть свежий воздух, насладиться свободой. Было еще рано, дети спали. Как приятно выпить кофе в абсолютной тишине. Ей пора было ехать к нотариусу. Оставив детей на попечение соседки, она уехала в город. Когда Марина привела в порядок документы на дом, она наконец смогла сделать хотя бы временную регистрацию, без которой ее детей не брали в местный детский сад. После этого можно будет спокойно заняться поисками работы. Возвращаясь из города, она решила от железнодорожной платформы до дома пройти через небольшой лесок. Там когда-то по оврагам и балкам в детстве они играли с местными ребятишками в войнушку, и она была санитаркой. Интересно, там все еще по-прежнему или заросло и изменилось до неузнаваемости? Надо детям показать это место, рассказать, как я была когда-то счастлива здесь, в своем беззаботном детстве, подумала Марина. Она шла по лесу, здесь было прохладно и сыро, но Марина с удовольствием вдыхала знакомый запах весеннего леса. Еще немного и она дома. Надо найти своих прежних друзей, с которыми она когда-то весело проводила лето. Поток ее мыслей прервали звуки, доносившиеся из ближайшего куста на обочине. Похоже, было как будто скулит щенок. Марина с детства была бедовой, неробкого десятка, и сразу же решила проверить, что да как, может кому нужна помощь. За кустом, забившись глубоко под ветки, сидел маленький серый щенок. Вот так встреча, новая жизнь начинается с сюрпризов, хотя собака в доме не помешает, подумала женщина. И ребятишки будут рады щенку. Эх ты, а малыш-то ранен, подумала Марина, вон вся шерсть на боку в крови. Она одной рукой взяла песика и стала его рассматривать. Да ему всего пару месяцев от роду, да и кровь это не его, он абсолютно цел, нигде ни одной царапины. Скорее всего, это кровь его матери, и скорее всего, малыш-сирота. И что мне с тобой делать? Спросила она у собачонки. Малыш внимательно посмотрел на Марину и лизнул ее в нос. Он как будто понимал, что этот человек его единственное спасение. Ну что ж, ты бездомный, и мы совсем недавно такими были, а товарищи по несчастью должны друг другу помогать. Будем теперь вместе, сказала Марина, засунула щенка под куртку и зашагала по тропинке домой. Дети были в восторге от собачки, прыгали и скакали вокруг него на одной ноге, а он радовался вместе с ними, бегал и кусал детишек за пятки. Через несколько дней в гости к новым жильцам зашел Маринин друг детства Николай Артемьев. Он уже несколько лет возглавлял местное лесничество. Как увидел домашнего питомца своей подруги, так и плюхнулся на табуретку в прихожей. Марина, да ты в своем уме, это же не щенок вовсе, а волчонок, зачем ты его в дом принесла. Марина сперва растерялась, но потом парировала. Ну и что, что волчонок, подумаешь, он же маленький и хочет жить. Ладно, будь по-твоему, сказал лесник, я помогу, так и быть, гляжу, ребятишки твои уже привязались к нему. Если честно, то предание волка друга не сыскать. Наступила осень, Марина уже работала в местной школе учителем начальных классов. Как-то поздней осенью, засидевшись за тетрадками, она уснула за столом. Дети спали в кроватях в дальней комнате, подросший волчонок у себя на подстилке в коридоре. В избе было тепло и тихо, монотонно постукивали часики на комоде. И вдруг сквозь сон Марина услышала страшный вой. Она не поняла, откуда он доносится, и вообще сон это или явь. Девушка попыталась встать, и тут же рухнула на пол. Голова кружилась, подступала тошнота. Она поползла к двери, из последних сил толкнула ее и вывалилась через порог в прохладные сени. Угар! Дети! Стучало в ее мозгу. Собрав остатки сил, она открыла окна и поспешила в дальнюю комнату, хотя оттуда ей навстречу уже бежали дети, разбуженные своим другом-волчонком. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!